Всем привет! Наконец-то компания Oppo официально представила свой первый складной смартфон под названием Oppo Find N. В основе производства смартфонов со складным или так называемым гибким экраном лежит технология, которая позволяет увеличивать площадь экрана и открывает новые пользовательские возможности. Модель получилась компактной и прочной. По заверению разработчика смартфон можно складывать и раскладывать по 100 раз в день в течение 5 лет при температуре минус 20 градусов без образования складки по центру экрана, что является большим плюсом. Первый вопрос, когда покупаешь такой гаджет, это что станет с конструкцией через год или два. Тут можно сказать, что все достаточно неплохо. Дело в том, что основной упор конструкторы сделали на петли, который имеет особый механизм. Производитель называет данный механизм одним из лучших в мире. Но спорное, на мой взгляд, заявление. Основным отличием от других конкурентов заключается в том, что смартфон может раскладываться на любой угол до 180 градусов и фиксироваться в таком состоянии. Oppo Find N может работать как в сложенном виде, в формате классического смартфона, так и в разложенном, уже скорее всего, как планшет. Смартфон, скажем прямо, тяжелый, 275 граммов и толстый, в сложенном состоянии 15,9 миллиметров. Стоит отметить, что смартфон также получил отличные технические характеристики. Итак, основные фишки Oppo Find N. Это мощный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 888. Отличный экран AMOLED на 7,1 дюйма. Аккумуляторная батарея на 4500 мАч. Основная камера на 50 мегапикселей. И, конечно же, цена всего 1210 долларов. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Первое, что хочется отметить, смартфон Oppo Find N оказался очень компактным для своего сегмента. В сложенном состоянии смартфон больше похож на обычный гаджет. Только бросается в глаза толщина, как я говорил ранее, а также большая рамка со стороны шарнира. Шарнир выполнен из полированного металла. С обеих сторон смартфон прикрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, что является ну просто большим плюсом. Снаружи используется экран AMOLED диагональю всего лишь 5,49 дюйма. А диагональ внутреннего экрана AMOLED E5 7,1 дюйма. При этом соотношение сторон уникально 15 на 14. Почти квадрат можно сказать. Разрешение 1920 на 1792 точкой. Экран получил 120 Гц. Но самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь, это, конечно же, цены. Они такие. 8 256 гигабайт, 1210 долларов. 12 512 гигабайт, 1415 долларов. Новинка получилась недорогой для данного сегмента. Давайте посмотрим основных конкурентов. Итак, как всегда я захожу на e-каталог, и мне поможет подбор по параметрам. Так, 1210 долларов. Это плюс-минус 90 тысяч рублей. И мы знаем, что наш смартфон не простой, а уникальный, со сгибаемым экраном. Пожалуйста, всего лишь три модели. Это Samsung Galaxy Z Flip 3, Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Z Fold 2. То есть, можно сказать, первый и второй смартфон автоматически у нас отпадает. А вот Samsung Galaxy Z Fold 2, это, конечно же, основной конкурент. Но посмотрите на разбежку. То есть, некоторые продавцы вам предлагают данный смартфон за 80 тысяч, а некоторые за 150. Но благо e-каталог нам поможет выбрать того продавца, который вам предоставляет максимум скидки. И для себя решить, стоит ли вообще рассматривать данный смартфон к покупке. Также, что немаловажно, есть отзывы реальных покупателей, где вы для себя можете что-то отметить. А если все-таки, может быть, когда-нибудь у вас остались вопросы, задавайте их в обсуждении, вам обязательно ответят. Ссылочка на e-каталог будет в описании под видео. Сердцем смартфона выступает мощный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 888. Напоминаю, это восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 1 декабря 2020 года. И изготавливается по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро CRIO 680 Prime Cortex X1 на 2,8. Три ядра CRIO 680 Gold Cortex A78 на 2,4. И четыре ядра CRIO 680 Silver Cortex A55 на 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти, что немаловажно, LPDDR5, 8 или 12 ГБ. Встроенная флеш-памяти UFS 3.1, 256 или 512 ГБ. Тыльная камера тройная. Она состоит из основной камеры с сенсором Sony IMX 766 разрешением 50 Мп с объективом со светосилой f1.8 и оптическим стабилизатором. Широкоугольные камеры с сенсором Sony IMX 481 разрешением 16 Мп и объективом со светосилой f2.2 без автофокуса. И телефотокамеры с сенсором Samsung S5K3 M5 разрешением 13 Мп и объективом со светосилой f2.4, который позволяет рассчитывать на двукратный оптический зум. Напоминаю, сенсор Sony IMX 766 – отличный вариант в наше время. Пиксель тут достаточно большой – 1.0. Анонс датчика состоялся в декабре 2020 года. Устанавливается в ряде топовых телефонов. Также есть две фронтальные камеры снаружи и внутри. Они одинаковые – 32 Мп f2.4. Oppo Find N получил аккумулятор в иммункостью 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт. И беспроводной мощностью 15 Вт. А также обратной беспроводной мощностью 10 Вт. Устройство работает под управлением Android 11 с интерфейсом ColorOS 12 Form Fold. Что достаточно неплохо. Создатели работали очень хорошо над интерфейсом. Некоторые приложения поддерживают ноутбучное положение устройства. Когда на нижнюю часть выводится виртуальная клавиатура или панель управления. Есть функция разделения экрана. Причем реализована она очень интересна. Надо просто провести по его центру двумя пальцами. Также можно вывести приложение на передний план. Для этого надо свести 4 пальца вместе. То есть фишечек очень и очень много. Ну что же, ребята, вот такой смартфон получился у компании Oppo. Я очень рад, что все-таки сейчас не Xiaomi, не Samsung и так далее не остаются лидерами. У нас есть конкуренты. Это очень хорошо. А Oppo предлагает за какие-то 1300 долларов очень хороший гаджет. Самое главное, что он мощный. Самое главное, что он надежный. И самое главное, что у него достаточно неплохой экран. Что очень-очень важно в наше время. Тем более вот эти вот а-ля смартфоны, планшеты. Сейчас большая редкость. Скажем прямо. Но производители решаются и делают конкурентов. Что большой плюс. Oppo с каждым годом удивляет своих фанатов, а также простых пользователей. И вы должны понимать, что это недорогой смартфон. Сейчас все флагманы без вот этого суперского механизма а-ля планшет. Ну, имеют практически такую стоимость. А тут мы получаем просто уникальный смартфон за 1300 долларов. Потому что сейчас многие люди напишут в комментариях, что 1300, да что. У меня зарплата такая. Да, у некоторых людей зарплата 500 долларов. Но вы должны понимать, что не все живут в России, Беларуси или Украине. Можно сказать, в Америке люди живут, в Германии, в Италии и так далее. Вот такой смартфон получился у компании Oppo. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.